А Волгия через города, которые расположены на её берегах, через людей, которые встречаются на пути, через уникальные места, коих путешественники увидели уже столько, что и перечесть все невозможно. Проект «Великие реки России» раскрывает Волгу во всём её многообразии. Для этого в плавание отправилась экспедиция телеканала «Океан-ТВ», состоящая из трёх человек. А началось всё год назад со старого патрульного катера, который превратился в комфортное судно «Оксидиан». На нём созданы все условия для работы съёмочной группы. Побывали путешественники и в Балакове. И наш канал узнал все подробности экспедиции. Для начала нам провели экскурсию по «Оксидиану». В том году я поехал на одну из стоянок под Нижний Новгород, «Затон», где стояли пять таких катеров, ржавые, грязные. Как-то поднявшись на этот катер, почувствовал, что это моё. Оно лежит к сердцам, к нему, к душам. Сразу же такая эйфорическая начинается. И мне уже другие корабли, катера эти не нужны были. Я уже сказал, нет, это вот наш, но мы его будем брать. Самое интересное, как бы Ивана почувствовал это, и не было никаких препятствий. Залили соляру, расходный бак, масло посмотрели, завели. Двигатель. С первого раза аккумуляторы поставили, и всё. Он сразу же завёлся. Я почувствовал, что да, это пришли люди, которые хотят меня и меня. Вот, вот, готов, берите. Это катер озёрного типа, без всяких переделок. Эти катера проекта были специально созданы, они имеют право уход в море, они работают, многие из этих катера прибрежного плавания морской. Так что насчёт устойчивости и прочее, они очень надёжные катеры. Шлюзование как проходит? Ну, быстро? Знаете, очень быстро, ни в каком шлюзе мы не стояли, не ждали. Или мы так удачно попадаем, или название проекта «Великая река России» открывает все двери шлюзов. Это, значит, наша рубка. Ну, тут сейчас пока ещё оборудование наше ляжет, ребят. Всё, штурвал родной. Был сломан у нас, чтобы можно посмотреть градусы, насколько повороты всё было восстановлено. Пост был тоже переделан. Тут есть новое, есть что-то старое осталось, отмашки, то всё, всё было переделано. И проводка поменена, рубка была совершенно другая. Всё в рабочем состоянии, всё крутится, всё вертится. Всё показывает. Попадали такие небольшие штурманы, не скажу, чтобы сильные, чтобы там было. Самый последний, это вот был сейчас здесь, как раз переход до сюда. Вот, мы встали в Холынске, ну, нас поставили, потому что мы хотели в причалу, потом уже поменяли, поставили в порт, чтобы оно было на свету, не побило или ничего. Вот, самый тяжёлый такой в это. А все остальные, Рыбинское, вот эти все водохранилища, мы прошли очень хорошо. Мы как бы успевали пройти до штурмов, потому что до ветра, до сильного, не было, мы не попадали такой. Да, пару раз так, покачало немножко, ну, ничего страшного. Истории были, конечно, у нас, падали бочки с водой, вот была такая даже история. Из-за того, что была свикачка, ну, немножко так, качнуло, она у нас упала с крепежа. У вас получается пять человек и трое из них съёмочная группа. Двое, двое обслуживают. И как вам это всё удаётся? Ну, получается, мы просто делаем дневной переход, чтобы можно было где-то здесь, вот здесь, сейчас здесь тима причала, переночевать, вот у нас съёмочная группа, у них целый день съёмок. Мы стоим, ждём, там, готовим дальше катер походу. И опять следующий переход, опять также съёмки. Вот как раз где-то километров, ну, 80-90 мы проходим на катере. Вот именно, дневного такого перехода. Вот пройдено 2718 километров. Из прошлого? Ну да, где-то около 2000, пройдено уже сейчас. Это камбус наш. Это вот наш туалет с душем. Машинное отделение. Вот сердце корабля стоит. Это у нас двигатель МЗ-238. Битый, неприхотливый, работает без всяких. О работе продюсеров, которая зачастую остаётся за кадром, рассказал Антон Подколзин. Да, конечно, ну, заранее придумываем сценарий. Владимир делает сценарий в Москве. Вот, и по этому сценарию мы пытаемся двигаться. Вот, не всегда получается, правда, некоторые места у нас отпадают, потому что, ну, не получается сюда подойти или ещё что-то такое, ну, в бытовом плане. Вот. Иногда, ну, часто бывает так, что мы приезжаем в город, а там столько всего. И всё даже не получается охватить. И не всегда даже какие-то вещи будет сценарий. Ну да, в Балаково есть какая-то легенда о том, что в воду упал спутник. Вот. Мы хотели найти информацию по этому вопросу и как-то осветить немножко эту городскую легенду. Пока только со слов нырять мы не предполагали. Документальное кино не обязательно должно быть унылым и сложным для восприятия, как привыкли думать многие зрители. Автор и ведущий проекта «Великие реки России» Владимир Плешаков уверен, во всём можно найти изюминку. А в данном случае целые грозди интересных фактов о Волге. Хочется, чтобы фильм был разнообразным. То есть мы приходим в разные города и чтобы здесь был упор на городских легендах, а в этом городе на экономическом аспекте, а здесь на краеведческом, на историческом. И поэтому, когда идут какие-то повторяющие сюжеты, мы стараемся где-то их оставить, где-то не брать. Местные жители часто нас обижаются, говорят, вот этого не сняли, про это не рассказали, а у нас ещё вот такое есть, и ещё такое есть. Но, к сожалению, не можем мы рассказать обо всём и в каждом городе, потому что фильм значит, получится бесконечным. Вот, и зритель просто устанет смотреть, и мы никогда не дойдём до Каспийского моря. Скорее время, да, определённое время есть. Ну, небольшой город день не больше, большой город два дня не больше тоже, потому что переходы занимают время, шлюзы занимают время, какие-то технические моменты связаны с катером, да, мы же не на машине едем, не пешком идём, поэтому это тоже в наш график определяет. Вот, и вот в этот день нужно уложиться. А тут уж есть города компактные, в которых можно за один день, знаете, много-много, да, успеть всего. Есть города такие не очень в геометрическом смысле удобные. Вот, зависит от того, с какими людьми мы контактируем. Есть люди разговорчивые, они очень много нам рассказывают, то, чего нам, может быть, фильм всё равно не войдёт. Но это интересно нам просто, как туристам, услышать. То есть очень много зависит ещё от спикеров наших, да, с кем мы встречаемся, от тех людей. Поэтому тут всё-всё-всё по-разному. Мы иногда высаживаемся, вот чем и хорош наш катер, то есть мы можем подойти близко к берегу, вот, особенно теперь, когда у нас и холод там снизу есть, мы все глубины знаем. Заходим иногда просто даже природные объекты какие-то, там, жареный бугор, где посвящение бурлаки проходили, вот их этими лямками, значит, по ниже спины, и холестаре, они должны были на бугор забегать. Это просто красивое место под Юрьевцем, там вокруг нет никакого населённого пункта. Мы там вышли, там красоты невообразимые действительно места. Мы рассказали эту историю и показали красоту. Так что тут необязательно населённые пункты. Волга вообще главный герой у нас нашего фильма. Города как раз это уже в той, что они возникли тут поскольку, ну, приходится о них рассказывать. Ну, шучу, конечно. Вот, люди, да, которые живут на Волге, люди, которые живут в городах. И мы стараемся понять, пока ещё нет ответа на этот вопрос, что общего, что объединяет, что это такое, это Волга. Мы для того идём от самого истока до самого устья, чтобы понять, чтобы целиком представить вот этот вот гигантский водный массив, что это не просто вода, это не просто река. И исторический плац, да, смотрим, когда она определяла вообще жизнь и экономику людей полностью, просто вот полностью. Волгари – это был особый род людей, которые жили на Волге. Потому что у них общего было гораздо больше, чем разного, независимо от вероисповедания и национальности. Тем более, что они все вот ловили рыбу, все занимались транспортом, да, и так далее. Сейчас, конечно, несколько иначе. Сейчас Волга уже такое значение, да, может быть, утратила в жизни человека, повседневной жизни, да, то есть он живёт, работает где-то, и на Волге может не бывать там неделями, месяцами, я не знаю, часто вы ходите на Волгу. Вот, но тем не менее, всё равно ведь как-то она объединяет, что-то в ней осталось то, что во всех этих городах и во всех этих людях присутствует. Всё равно не все волгари. Вот это мы и пытаемся понять. Пока ответа ещё нет, но мы ещё и не дошли, собственно, до конца. Впереди у съёмочной группы «Океан-ТВ» ещё Волгоградская и Астраханская области, а также Калмыкия. Достигнув Каспийского моря, путешественники вернутся в столицу и приступят к монтажу документального сериала. Конечно, они ещё долго будут вспоминать свою первую экспедицию по Великой реке, но впереди у них ещё несколько путешествий по другим рекам, А это значит, что проект подарит и самим участникам съёмок, и зрителям множество интересных моментов. Кстати, первые серии фильма о Волге уже можно посмотреть. Просто наберите в поиске «Великие реки России». Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...